Кто ждет жителей и гостей города в музейную ночь 16 мая, мы решили узнать руководителя центра по работе с посетителями музейного комплекса имени Славцова Любови Никифоровой. Доброе утро, Любовь Ивановна. Итак, у нас 10-я юбилейная музейная ночь состоится, 16 мая. Вот что-то особенного готовят организаторы? Будут какие-то интересные моменты? В чем изюминка, может быть, какая-то? Доброе утро, я приветствую всех телезрителей, кто в этот ранний час присоединяется к нам. Конечно же, 10-я юбилейная музейная ночь, она должна запомниться нашим горожанам и гостям города, те, кто примут в ней участие. О изюминках, я именно говорю не просто об одной изюминке, а о изюминках они, конечно же, будут. Так, например, я считаю, что грандиозный проект, который у нас готовится в преддверии 9 мая, это масштабный проект, выставочный «Тюмень. Война. Великая победа». И все, кто придет в эту музейную ночь, они станут посетителями этого проекта. А вот у изюминки впервые то, что будет показано, это экспозиция под открытым небом орудия Великой Отечественной войны. Дальше буду перечислять наши изюминки. А скажите, где можно будет посмотреть вот эту экспозицию орудия Великой Отечественной войны? Рядом с созданием музея «Городская дума». Это улица Ленина 2. Ну, продолжим. Да-да-да, еще что интересного. Еще интересного – это авторская экскурсия от чемпионки Олимпийских игр 1994 года до выезы Носковой. Она проведет экскурсию в одном из наших музеев. Пройдут экскурсии в святая святых музея реставрационных мастерских. Для любопытствующих могу сказать и порекомендовать обязательно, если вы планируете в музейную ночь посетить наши музеи, загляните в музей «Дом Машарова». Именно на территории этого музея находятся реставрационные мастерские. И вы узнаете, как творят наши реставраторы, как они дают вторую жизнь, второе дыхание тем предметам, которые уже поступают потом, впоследствии, на наши музейные проекты. Вот, Любовь Ивановна, расскажите, пожалуйста, вот в наших музеях в этом году, в юбилейную ночь, будут ли использованы какие-то новые технологии? Конечно, будут использованы. У нас много интерактивных выставочных проектов. Ну, например, такой проект, который будет проходить в Музее изобразительных искусств под названием «Саквояж». Это художники из Санкт-Петербурга. Петр Фролов и Наталья Тур. Вы знаете, я не хотела бы подробно, конечно, описывать все, но я соглашусь с мнением, что эта выставка – интеллектуальная головоломка и удивительный квест. Так что те, кто придет и посетит эту выставку, они действительно получат не только впечатление от этой выставки, но и им нужно будет разгадать какие-то вопросы, какие-то загадки. Но, тем не менее, я должна сказать, что это очень светлая, яркая выставка. Еще один интерактивный проект, о котором я уже вам начала говорить, и он даже вас заинтересовал. Я думаю, что всех, кто придет в эту музейную ночь, он тоже заинтересует. Это вот именно выставка под открытым небом. Орудие Великой Отечественной войны. Мы определили с вами место, где она будет находиться, но вы не задали мне вопрос. А что это за орудия и вообще, откуда они у нас в тюрьме? Мы не дошли еще. Так вот, я вам должна сказать, что это пушки и гаубицы времен Великой Отечественной войны, а прибудут они к нам из Санкт-Петербурга. Издалека. Да, издалека. И они пробудут единственные дамы, музейной ночи, все или как? Они останутся какое-то определенное время, и потом, конечно же, обратно отправятся в Санкт-Петербург. Тогда тем более стоит посетить эту экспозицию. Еще хочу сказать об одном. Коль вы говорите об интерактивных, необычных экспозициях, я бы хотела назвать еще одно. Это выставка будет проходить в музее «Дом Машарова». Наверное, все знают, что расположен он по адресу улицы Ленина, 24. Небольшой уютный особнячок. Так вот, в нем разместилась выставка «Забытая забава детства». Что это? Я не могу предположить. Игрушки, погремушки или что это там будет представлено? Старинные игрушки, да? Ну, можно, наверное, и так охарактеризовать. Но я вам должна сказать, эта выставка рассказывает о диафильмах, старых фильмоскопах. Представьте себе, для молодых людей, которые придут на эту выставку, будет открытием посмотреть диафильм при помощи фильмоскопа. Я думаю, что наши современные люди будут еще разбираться в том, как это сделать. Так что это тоже будет удивительное и приятное открытие. Ну, давайте мы не будем раскрывать всех прямо секретов. Ну, уже понятно, что будет очень интересно. Любовь Ивановна, спасибо большое, что немножко приоткрыли завесу тайны. Заманили, так сказать, нас еще больше. Да, чтобы были с нами сегодня. Спасибо. Ну, естественно, успехов, чтобы все это хорошо получилось. Спасибо огромное. Ну, я должна еще каждого из наших зрителей 16 мая пригласить ровно в 18.00 на открытие музейной ночи на Цветной бульвар. Затем в 19.00 распахнут двери музея изобразительных искусств городской думы. Они будут работать в этот вечер до 2 часов утра. Музей усадьбы Колокольниковых и дом Машарова будут работать до часа утра. А вот археологический музей-заповедник, который находится на 23-м километре Ялутаровского тракта, он будет работать с 18.00 до 24.00. Спасибо вам большое. Ну, мне было интересно. Мне тоже. Я хочу тоже пойти. Спасибо. Спасибо вам большое и до встречи. Спасибо. О предстоящей музейной ночи, которая состоится 16 мая, мы беседовали с руководителем Центра по работе с посетителями музейного комплекса имени Славцова Любовью Никифоровой.